Зимой холодно, а летом зной. Казалось бы, ничего удивительного. Но когда от этих погодных условий не спасают и стену собственного дома, возникает понятное недовольство. Жители дома 207 в очередной раз обратились за помощью в редакцию нашей программы. Возведенные впритык к их стенам здания, они называют не иначе, как самострой с многочисленными нарушениями. История, которая началась еще в ноябре прошлого года, продолжается и по сей день. За полгода строительства под окнами застройщик так и не предоставил документов, по которым он вправе пользоваться участком в целях осуществления строительства, отмечают жильцы. Зато последствия стуков молотков уже дают о себе знать. В доме пошли трещины не только по стенам и потолкам, рушить начали и полы. Вот эта трещина, вот она, смотрите какая. Это идет то, что с коридора, то вот пол треснувший. Если поднять длину, то тут наверняка еще такие же трещины есть. И еще в зале потолок трещина пошла. Это новое, то, что появилось. Так вот окно никогда мы не открываем. У нас балкон закрыт, эта дверь закрыта. Иначе в квартире жар. Сидеть в заперти жители вынуждены поневоле. Днем металлическая крыша пристроена нагревается от солнца, а ночью боятся, что проберутся воры. К тому же по жилищному кодексу уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола, расположенных в жилых помещениях в основной части здания. Здесь еще будет утеплитель, и вот он наравне с этим будет. Это как наравне с этим? Это 46 сантиметров от моего окна. По словам жителей, согласия на строительство они не давали. К тому же по проекту, который им показывали в исполкоме, высота нового пристроя должна быть на уровне соседствующего с ним магазина. Однако разница между двумя зданиями налицо. По проекту у нас вот 6200 вот эта высота идет, по проекту самому, который нам в мэрии показывали. А здесь вот написано 6970. Это уже не состыковочка у нас идет. Еще в марте в это разбирательство между жителями и застройщиком вмешались городские власти. Тогда они обещали провести проверку и приостановить строительство. Хочу заверить жителей о том, что если будут выявлены нарушения, эти нарушения будут устранены. Но почему-то нарушения представители технического и авторского надзора так и не обнаружили. А потому жители дома обратились в суд. 8 июля они намерены доказать, что возведенное сооружение, граничащее с их квадратными метрами, является самовольной постройкой и принадлежит сносу.